Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разбор первого послания Коринфянам Апостола Павла для библейского портала Экзегет. И снова с вами я, священник Иоанн Тераутс. Дело в том, что сегодня мы разбираем с вами 12 главу, а она открывает целый цикл из трех глав, посвященных, в принципе, одной и той же теме. С одной стороны, эти главы продолжают тематику и мысли предыдущих глав, а с другой стороны, открывают несколько иные вопросы. Апостол Павел, который проповедовал полтора года в Коринфе, в данном послании употребляет все возможные свои силы для того, чтобы на расстоянии, дистанционно исправить те нестроения, которые возникли в коринфских общинах. Мы не раз с вами обращались к понятию и сагогики этого послания, для того, чтобы понять причинно-следственную связь, почему в Коринфе это все происходит, почему именно Коринф вызывает такие проблемы пастырского характера у апостола Павла. Коринф был городом большим, торговым, а также, нужно сказать, в котором было очень много различных языческих культов, философских школ. Апостол Павел описывает, в принципе, косвенно свою общину в Коринфе в первых главах этого послания. Так вот, в 11 главе предыдущей апостол говорил о нестроениях в евхаристических собраниях в Коринфе, о том, что многие причащаются в суд и в осуждение из-за того, что упиваются вином на этих евхаристических собраниях, из-за того, что разделяются друг от друга. Кто-то богатые садятся с богатыми, бедные остаются не у дел, кто-то уходит голодным, кто-то присыщенным. Все это ведет к самому разрушению идеи евхаристии, евхаристического собрания этих вечерей любви и в конечном итоге делает их совершенно неприемлемыми. В 12 главе он продолжает эту тему, которая будет распространяться и в 13, и в 14 главе. Итак, тема сегодняшняя, тема 12 главы — это дары духовные. Дело в том, что мы с вами прекрасно знаем из деяний святых апостолов, а также из истории ранней церкви, что Дух Святой давал дары верующим, не только апостолам, но и простым верующим иногда из языка христиан. Мы вспоминаем с вами события крещения Корнилия, когда Дух Святой сошел на семейство Корнилия, Сотника, еще даже до крещения. Естественно, до обрезания Корнилия еще к тому времени не был обрезан. Мы с вами вспоминаем о том, что апостол Павел находит людей, которые будут некими такими предстоятелями общин, основанных ими, среди самих этих общин. Многие из них не были иудео-христианами, а как раз-таки были языко-христианами. Но в Коринфе, как в городе, в котором население было особенно подвержено тщеславию, гордости и иным порокам, сопутствующим разделению между людьми, возникает одна проблема. Дары Духа Святаго становятся причиной бахвальства, становятся причиной тщеславия и разделения. И апостол Павел старается исправить это. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Это тот стих первый, с которого начинается эта глава. Обычно апостол Павел выражается таким образом, когда поступает непосредственный вопрос от адресата. Здесь нужно отметить следующий фактор. По всей видимости, вот эти духовные, те, которые обладали дарами языка, языков исцеления и так далее, которые будет перечислять чуть позже апостол Павел в этой главе, вели себя слишком возвышенно по отношению к другим христианам. По всей видимости, эти эффектные дары на самом деле вызывали в них чувство гордости и тщеславия, и не служили пользе церкви. И поэтому основная масса коринфян недовольствовала на них, и поэтому спрашивает об этом у апостола Павла. Здесь апостол преподает им сразу горькую пилюлю. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, давайте обратим внимание на эти стихи. Первое. Почему горькая пилюля о том, чтобы напомнить им об их прошлом идолоснужении? Для того, чтобы немного снизить градус этого пафоса, градус этого ощущения себя крайне духовным. Но и более того, они должны были вспомнить о тех временах, когда они были еще язычниками. Дело в том, что языческие культы очень сильно воздействовали на психику, на патетику, на чувственное составляющее людей, на чувственное составляющее участников этих собраний, участников этих мероприятий. В самом Коринфе, например, существовал один из культов бога Диониса, когда участники этих торжеств приходили в состояние, когда начинали говорить непонятным языком, когда они входили в состояние бессознательности. Поэтому, скорее всего, среди христиан, которые якобы обладали даром языков, а некоторые не обладали им, но им это представлялось в их прелестных ощущениях, могли произносить анафемы на Иисуса Христа. Архимандрит Иоануарий Ивлеев в своем комментарии к первому посланию к Коринфянам говорит о том, что это было связано с неким таким ощущением разделения, что Иисус был просто человек, а вот Господь Иисус был назван по воскресенье Его, и поэтому имя Иисус ничего не значит. И вот апостол Павел использует здесь именно имя Господа Иисуса Христа, которое он носил по своему человечеству, но никто не произнесет анафемы на Иисуса, если говорит Духом Святым, потому что Дух Святой не может вводить человека в грех, не может вводить человека в состояние богохульства. Скорее всего, некоторые из этих людей, которые якобы обладали даром голосали, они произносили хулу на Иисуса Христа. Далее. Здесь можно провести параллель между посланием Иоанна Богослова и посланием данным апостола Павла. Дело в том, что вы помните, наверняка, читая первое послание апостола Иоанна Богослова, о том, что апостол любви говорит там о том, как разделять духов, духов антихристов, духов ложных и духов истинных. Как раз таки, если Дух не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, то это Дух антихристов, а если исповедует, то это Дух Христов. Далее. Апостол Павел пытается, апеллируя к теме того, что Церковь — это тело Христова, уравнять их, сказать о том, что нет почетных даров Духа Святаго и недостойных даров Духа Святаго. Вот так он пытается убедить Коринфян. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, дары Духа Святаго, дары Божьи, даются от единого Бога. Нам с вами не представляется возможным в сегодняшней догматической системе разделять троицу. Но для раннехристианских общин, когда еще доктринальная догматическая система не была полноценно выстроена, понимание это еще не приходило в своей полноте. Но дары даются одним и тем же Богом, одним и тем же Духом Святым. Более того, троекратная вот эта параллель, которую приводит апостол Павел, может отождествляться нами вообще с указанием на троицу. Каждому дается, седьмой стих, проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Итак, давайте обратим внимание, что Дух Святой, дар Духа Святаго, дается каждому человеку на пользу Церкви, на пользу общую. Не только для его личной пользы, об этом мы будем видеть аргументацию апостола Павла чуть дальше. Одному дается Духом слово мудрости. Что же это такое? Что за слово мудрости? На самом деле, из нашей с вами ежедневной практики мы знаем, что есть люди, которые действительно могут быстро примирить нас с нашим противником, быстро поселить в нашем сердце спокойствие и мирность. Это может быть священник или не священник. Это может быть человек, с которым мы просто можем поговорить и получить соответствующее адекватное состояние, прийти в спокойствие. Некоторые могут рассудить наши проблемы. И это может быть даром Духа Святаго, даром мудрости. Другому слово знание. Да, некоторые люди прекрасно обладают возможностью применять свои знания. Могут хорошо говорить, могут компилировать полученные знания, могут получать от самого Духа Святаго эту возможность и это знание. Тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разной языки, иному истолкования языков. Здесь тоже требуется небольшой комментарий. Иному вера, тем же Духом. Да, некоторые люди имеют особенную веру, которую мы с вами видим. И иногда очень отчаиваемся, что не можем приобрести такую же. Но это тем же Духом Святым дано ему. Далее. Иному дары исцелений, иному чудотворения. Действительно, в ранней церкви это было особенно видно. В каждой поместной церкви, в каждой общине могли быть люди, которые исцеляют, которые чудотворят, которые могут, может быть, и горы переставлять в каком-то реальном или фигуративном смысле. Ведь жития святых древней церкви показывают, что такие случаи действительно были. Иному пророчеству. Ну что такое пророчество? Конечно, здесь речь идет не о ветхозаветных пророчествах. Здесь идет речь в первую очередь о проповеди. О хорошей, цельной проповеди, которая позволяет слушателю соприкоснуться со Словом Божиим, соприкоснуться с Ним реально, актуализируя его для своего времени, для своей конкретной ситуации. Также, конечно, это пророчество о каких-то, может быть, грядущих событиях. Ведь нужно сказать, что пророк и вообще профитское служение Ветхого Завета, да и Нового Завета первых времен касалось не столько предсказаний будущего, сколько некого такого объективного и адекватного отношения и оценки настоящего прошлого, будущего. Более того, позднейшие отцы церкви говорили о том, что люди, которые читают Писание, люди, которые преподают Писание другим людям, они являются и апостолами, и пророками, и Пресвятой Богородицей, как говорит святитель Григорий Двоислов, потому что рождает Слово Божие в другом человеке. Далее, различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Кто-то мог различать по действию Духа Божия, по действию этого дара, духов, духов злобы и Духа Святаго, от кого приходит это состояние, от кого приходит вот это, может быть, экстатическое состояние, от Бога или от дьявола. Дьявола, иному разные языки. В действительности, практическая составляющая была у каждого данного дара Духа Святаго. День Пятидесятницы, который был запечатлен именно этим даром языков на апостолов, которые стали говорить разными языками, и которые пошли непосредственно после этого для проповеди, для проповеди не только в Палестине, но и в других странах. И проповедь Евангелия дошла в апостольский век по свидетельству Иоанна Златоустова во все концы Римской империи. Более того, предание сохраняет нам информацию о том, что проповедь дошла и до Индии, и до Британских островов. Настолько широкая она была. И без дара языков, который так необходим был апостолам в тот период, наверное, это было бы совершенно невозможно. Иному истолкованию языков. Действительности, как мы будем видеть с вами в последующих стихах этой главы и других глав, чаще всего встречалось, что человек, обладающий даром языков, обладал и даром истолкования. Он понимал, о чем он говорит на ином языке. Но, по всей видимости, были и иные случаи. Тогда были люди, способные истолковывать то, что говорит человек. Понимать. Некоторые, наверное, поймут прекрасно эту историю, но с такой, может быть, чисто практической стороны. Потому что бывает, что мы понимаем тот или иной иностранный язык, но не можем на нем говорить. Однако это является следствием либо общения, интеграции в эту иностранную среду, либо какой-то меру изучения этого языка. Там же это имело свойства сверхъестественного характера. «Все же сии производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Здесь нужно обратить внимание о свободе Господней по раздаянию даров каждому конкретному человеку. Сообразно, по всей видимости, его наклонностям и его способностям. Мы знаем с вами, что есть некоторые природные способности того или иного человека, которые духом святым могут быть усилены и служить на пользу церкви и на пользу проповеди. Далее апостол Павел, как мы уже говорили несколько выше, обращается к некой метафоре, некой аллегории. Он сравнивает церковь Христову и тело человеческое. Тело, которое невозможно разделить, невозможно сделать его чем-то одним, одним и тем же органом. Нельзя сказать, что этот орган мне нужен, а этот мне нужен. Так и в церкви дары Духа Святаго должны быть воспринимаемы как что-то некое единое целое, потребное для всей церкви. И не нужно обижаться, что у моего собрата есть этот дар, а у меня этого дара нет. Более одного, в церкви Христовой, в которой члены крещены одним и тем же Духом Святым, не могут разделяться на национальности. Эллины или иудеи составляют одно и то же тело. Рабы свободны, то есть никакого социального статуса в церкви тоже не существует. Во Христе этого быть не может. Здесь необходимо нам с вами отвлечься и сказать о том, что сегодняшнее положение дел, когда мы с вами строго себя определяем, говоря, вот мы русские, есть там белорусы, есть американцы, европейцы, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Это не очень правильно с точки зрения православного мироощущения, христианской доктрины. Нам с вами очень необходимо ощущать себя единым телом Господа Иисуса Христа. Да, мы разделены на страны, города, селения. Это связано с нашим состоянием еще во грехе. Но во Христе это разделение мы ощущать ни в коем случае не должны. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Апостол Павел здесь приводит такую, доводит до абсурда идею, транспонируя ее из мира духовного в мир биологии. Ни один человек не может себе представить, что его тело будет все целиком и полностью глазом, ухом, рукою. Никто даже себе представить не может, что рука может сказать остальному телу, я не принадлежу к тебе, потому что я не нога и так далее и тому подобное. Что члены тела могут как-то разделяться и каким-то образом негодовать по поводу своего положения относительно высоты от земли или еще какого-то фактора. Апостол Павел здесь, по всей видимости, специально применяет некий такой образ иронии. О том, что если в теле это не представляется возможным и вызывает улыбку, то почему же в теле Христовом, в теле Церкви это имеет место быть? «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело?» Посмотрите, первое, о чем говорит апостол Павел о раздаянии даров Духа Святаго, заканчивается неким выводом, что Дух раздается каждому, как хочет того Бог. А здесь и в этой метафоре вывод тот же самый. Бог свободен распространять и утверждать эти члены так, как ему будет угодно, так, как он это видит. «Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или так же голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши более благовидно прикрываются, а благообразные не имеют в том нужды». Да, действительно, человек одевается, человек носит одежду, прикрывая какие-то свои члены, но это не значит, что они не нужны ему. Это не значит, что мы можем отказаться от них и сказать, что они нам не нужны. Здесь необходимо вспомнить о том, что ранние каноны церкви уже воспрещают свое тело каким-то образом менять, например, в плане Евнуха. Да, когда над тобой было совершено соответствующее деяние, и ты стал Евнухом, то это не вменяется тебе во грех. Но если ты сам себя исказил, даже под самым благовидным предлогом, это не принималось церковью как нечто нормальное. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг от друга». Да, необходимо обратить внимание на то, что у нас есть члены тела, которые мы наиболее сохраняем, а есть те, которые мы используем, руки, например, для того, чтобы трудиться, работать, иногда совершенно не жалея их. Конечно, все это может быть биология, которая не касается основной темы нашего рассуждения, но имеется в виду, что да, есть члены тела церковного, которые, может быть, сами себе кажутся неблаговидными, может быть, которых хочется скрыть и не показывать другим, но о них мы имеем общее попечение. Более того, есть члены более нежного духовного устроения, которые требуют внимания к себе, есть члены церковного тела, которые более, скажем так, толстокожие и готовы воспринимать, готовы пойти и на гонения, и на преодолевание конфликтов, и которые не отпадают от церкви при малейших каких-то дуновениях ветра. «Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? Срадуются с ним все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудотворения, чудодейственные, и также дары исцеления, воспоможения, управления, разные языки». Действительно, Господь создал церковь, которая очень интересна. Она, как прекрасная картина, составлена из разных-разных-разных красок, в которой каждый имеет свое дело и каждый имеет свою компетенцию. И здесь апостол перечисляет, на самом деле, степени и харизматического священства. Были такие три вида харизматических священников. Это апостолы, пророки и учители, или дедоскалы. Они не были рукоположены. Это было такое странствующее духовенство, которое переходило от общения к общению и приносило соответствующую пользу этим общинам. Далее, действительно, у каждого было разное. У кого-то такие силы, у кого-то вот такие. Кто-то чудотворил, кто-то говорил на разных языках. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолковывают. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. На этом заканчивается 12 глава, которая предваряет такой гимн любви апостола Павла, о котором мы поговорим с вами в следующий раз. А сейчас спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok